мир всем у нас на дворе конец августа сижу и значит дома сейчас звонит мама такая быстрее езжай там в лесочек тут я кое-что нашла значит я срываюсь беру ну не просто кое-что а грибы белые грибы грудала какие белые грибы ничего смеяться ну ладно в общем взял я вот такой вот ведерочка ну думаю куда мне больше то зачем вот и только вот не успел зайти сейчас я показываю неудобно вот это вот реально белые грибы они хорошие то есть не гнилые ничего там это понятно и что-то я неровные сложил они такие большие короче еще еще сделаю я сейчас снимаю вот эту куртку ложу и на середину потому что я тут еще вот уже в округе еще обнаружил и главное в это ведерко то взял маленькая что что будешь делать ну ладно все сейчас значит это короче снимаю куртку так вот и я снял вот все пошли искать этот от радости даже ножик уронил это ведерко у меня пустое потому что мне в нем хоть в нем таскать ну что да не не стала брать большого думаю какие там грибы так вот красавец какой и слава богу ой какая ляля вы посмотрите какой хорошенький грибочек так слава богу вот это вот место нужно как-то так присыпать всегда и вот пока я с вами разговаривал где-то я еще увидел вот это чё за гриб но это вот это этот кто вам скажите мне под березовик или под осиновик вот он это такой плохонький старый уже поэтому его и не буду трогать ну надо же а ну короче ладно я если где-то еще найду если я где-то еще найду то я в это включусь обязательно я говорю чтобы вот так вот столько грибов было я вот за семь лет первый раз такую встречаю смотри какой маленький колесенький ну просто просто я такого не помню именно главное что белый гриб вот и посмотри вот он маленький уже а вот уже этот червивый я его возьму с собой дома разберемся с ним пока один срежешь а так вот встаешь бах еще увидел раздавил этот грибочек однако с собой немножко хоть взять остатки опять это вот у нас вот такой вот белый гриб он есть как это сказать в бару он немножко другой боровой а это вот типа вот такой в листенных лесах в общем растет вот так вот так что слава богу лишь меня мама позвала и по всей видимости не зря потому что нас таким восторгом все это говорила слушайте но это вообще невероятного такой может быть нет видел нет чтобы вот такая вот была огромная шляпа какого-то непонятного происхождения и я вот смотрю и оказывается это белый гриб сейчас вот прикинь это реально белый гриб вот она ведро трехлитровая так вот я его буду ложить вот так вот положу не помещается как вот так рядом с ведром потеряется жалко оставлять вот это вот обычный ну там под осиновик или под березы это место почему-то нас учили сюда прикрывать чтобы это лучше чтобы росло господи слава тебе так ладно господи иисусе христе с и не боже помилу нас грешных это что ж такое то что это за мега гребище вот такую вот представляешь да вот этот по всей видимости это этот как маховик тогда вам смотри как он чистый вот он еще гриб сорвал тоже тут с краешку только немножко сейчас обрежу вот тоже чистый вот он еще гриб вот это вот вот это как раз белый гриб вот он по грей белый гриб красавчик вот это вот я не знаю чуть это очень похоже этот гриб на этот но маховика гриб маховик не знаю в чем мне теперь с ним делать гриб то хороший куда его ухахахахахахахах так посмотрим еще чего нибудь вокруг вижу чумить или нет ну ладно увижу туда подключусь опять и так вот столько уже грибов в нашей копилке за меньше чем пять минут можно сказать ну что ж идем искать дальше смотри он и представляешь вот это белый гриб прикинь я взял не серьезно ведро я думал ты в это ну так себе я тут вызвал подмогу пришла супруга принесла ведра я говорю господи слава тебе вот это о чем говорит что позвонила мама говорит приходи в это грибы собирать маловерие потому что я просто раз был да не было грибов но я взял вот это ведро как господь милостив то есть и это мы это мы сейчас пойдем еще дальше собирать вот такие вот белые грибы вот этот хороший маховик хорошую лишь он ножку в это все я говорю сколько я семь лет и живу еще ни разу не было дай бог чтоб это ну не было к чему так такому знаете как говорят что вот если много там рябина то там зима будет мороженое чтобы это тоже ни к чему не относилась а просто вот урожайный год и все дай бог так что вот так вот у бога много щедрот которым дает людям самое главное верить пошли дальше собирать потом покажем слава богу конечно вообще при сборе грибов такие странные вещи с человеком творятся ты узнаешь себя глубже какой же человек все-таки алчное существо вот уже уже все уже насобирали уже время поднимает нет еще 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 хочется и главное когда ты на натыкаешь на белые грибы тебе уже не хочется там ну под березы ки под осиновики вот тебе хочется белые грибы то есть я уж не говорю там про какие-то там волнушки то есть это вообще уже какой же человек все таки ну ладно что только насобирали я думаю сейчас что-то значит используем на жарюху тут дома сразу а вот этих вот друзей я думаю нарезать и нам очень понравилось заморозить по мешочкам прям раз так заморозил потом зимой берешь вот он свеженький хорошенький супчик куда-то угостить кого-то то есть милое дело все желаю всем успехов сборе грибов и пользуйтесь божьими дарами мы всегда бога благодарим и и вы благодарите то есть то что бог нам дает и на чем мы не трудимся не поливаем не садим пришел вот насобирал быстренько домой убежал и все это рядом под боком то что слава богу это белый гриб сначала белый гриб какие красавцы то прямо на дожжа ну голову барнауле видели продают как-то их недорого 350 рублей за килограмм вот таких свежих ну а Субтитры подогнал «Симон» Собирать грибочки интересно, а готовить потом предстоит хозяйке весь вечер. Вот это маховики, подберезовики. Нарезала и жарю. Наши бабушки называли «жареха», когда мы после леса грибы жарили, говорили «жареху жарю» и едим. Обычно с картошечкой. Алексей свежие картошечки накопал. Сейчас намою и творю грибочкам. А это вот все белые грибы разложила. Сейчас буду аккуратненько их перебирать, нарезать с помощниками и в морозилочку укладывать. Да, помощничек? Да. Вот они какие. Внизу же белые. Большие и маленькие. Вот это самые большие белые. Ага. А вот это вообще... Маленькие, да? Да. Вот картошечка варится наша свеженькая. Насобирать-то насобирали, тебе приходится всем миром помогать. Даже меня заставили, сказали, кормить не будем, садись сделаем. Азима, без грибов, котяшка. Да, поэтому Господь дает, значит, надо в этом. Вот приходится работать на кухне. Хорошие, плотненькие. Но тут кое-где попадаются маховики. Вот это белый, у него все белое. И это белое, и это белое. А вот маховики, вот в первых пакетах мы отдельные положили. Вот у них зеленые вот эти. Да, там всего лишь два было, что-то. Несколько их, да, было. Ой, какие красавцы, да? Вот тут немножечко грязь так это обрезаем чуть-чуть буквально. Ну что ж, завтра, может быть, Бог даст еще на вылазку увидим. Раз уж есть в этом месте, значит, еще где-то должны быть. Вот так глядишь на зиму, вот там всем помаленечку. И подготовимся к зиме благополучно. Вот так у меня. Вот так у меня. Да, это очень. Субтитры подогнал «Симон»